Теперь, спустя 25 лет, журнал Национального географического общества снарядил экспедицию, которая должна нарисовать новый, реальный портрет белой акулы. Дай нам сигнал, когда захочешь подняться. Создатели челюстей Питера Бенчли пригласили для создания истории, полотна, который на этот раз будет соткан не из чувства страха, а из чувства восхищения. Рисовать портрет Бенчли будет помогать всемирно известный фотограф Дэвид Дублем. Где он? Где он? И легендарный австралийский гид, переживший нападение акулы, Родни Фокс. Мне больше не нужно показывать свои шрамы, я показываю эту печать. Проведя три месяца в водах Австралии и Южной Африки, они поднимут голубой океанский занавес, чтобы узнать новые удивительные факты из жизни рыбы, которую мы так любим ненавидеть. Смогли ли 25 лет исследований и экспериментов вновь превратить чудовище в рыбу? Акула-людоед. Правда в тени легенд. Специальный выпуск Национального географического общества. Производство Национального географического общества. Воплощенный страх рассекает синие полуночные воды Южной Австралии. Хищница совершает свой смертельный обход, не ведая о том, что в разворачивающейся драме она играет главную роль. Это история о страхе. История о Бенчли, который выпустил его на свободу. Повыше о Родни Фокси, который чуть не погиб в пасти белой акулы и навсегда изменился благодаря ей. А также это история о Дэвиде Дубле, который должен запечатлеть на пленке вдохновение, стоящее за всем этим страхом. Красавица. Успех и вся прелесть этого мифа заключается в том, что он полностью основан на реальности. Это настоящее чудовище. Настоящий монстр. Все остальные монстры плетутся у него в хвосте. Иногда они совершают столько безумных и глупых поступков, прямо как в твоем фильме. Нельзя говорить, что такого не бывает, потому что они все это делают. Дэвид, ты сказал, что это реальность. Это животное может не просто поранить тебя, черт, оно может съесть тебя. Но чтобы грамотно поведать свою историю, они должны усмирить страх при помощи знаний. Они должны показать нам гений этой идеальной рыбы, пока еще не поздно. Ну и где эта так называемая акула? Дэвиду Дублея очень нужно познакомиться с ней, причем ближе, чем когда бы то ни было. Плывет к носу лодки. В этом он полагается на родне Фокса, который уже более 30 лет устраивает свиток.